Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите Rain Game Studio, в эфире шестой урок из цикла Level Design в Unity, и давайте начинать! Так уж получилось, что был достаточно длительный перерыв. Еще до того, как я этот перерыв сделал, у меня было записано видеоматериалы на два урока вперед, но перед Новым Годом у меня похерился жесткий диск, поэтому пришлось записывать все заново. Но я думаю, в принципе, хуже материал от этого не должен стать. Сегодняшний наш с вами урок будет посвящен такой теме, как focal point, или по-русски точки интереса. На любой игровой сцене всегда есть такие места, которые привлекают внимание. На самом деле они получаются не каким-то там самостоятельным путем, это искусственно созданные объекты, специально фокусирующие ваше внимание, точнее не ваше, а внимание игроков на себе. Это чаще всего требуется в играх с открытым миром, то есть вам дают вроде как открытый мир, идите куда хотите, но на самом деле все не так просто. А гейм-дизайнер так или иначе, руками левел-дизайнера в данном случае, все равно ведет игрока за ручку, даже в открытом мире, где можно идти, куда глаза глядят. Всегда вы идете, и вам на глаза попадается что-то, куда вы хотите сходить. И именно эти объекты и являются так называемыми точками интересов. Давайте посмотрим их на примере нескольких игр. Вот мы зашли с вами в городок и смотрим по сторонам. Давайте сыграем небольшую интерактивную игру. Я сейчас выделю на экране то место, которое в теории должно было вам броситься в глаза, для того, чтобы понять, куда вам надо идти. А если вдруг я не угадаю, вы в комментариях напишите и опишите то место, на которое на самом деле вы посмотрели. Будет интересно сравнить несоответствие. Городочек очень маленький, здесь очень мало деталей. И вокруг стоят какие-то домики, растут какие-то тыквы. И просто огромным бельмом на глазу на нас смотрят ворота с красными флагами вокруг них. То есть прям кричат нам в лицо «Иди сюда!». Это в относительно закрытом пространстве. Попробуем посмотреть на открытой местности. Вот небольшой фрагментик. Что здесь у нас вообще бросается в глаза? Здесь мы видим три объекта с разной степенью явности, потому что они удаляются и прячутся в тумане. Это ветряная мельница, ветряк, ветрогенератор. Это заброшенная гнилая спутниковая антенна. И еще в самом большом удалении мы видим радиовышку. Рассмотрим еще один кусочек уже другого пейзажа. И здесь снова на фоне каменной вакханалии мы наблюдаем металлическую радиовышку. Попробуем к ней подойти и выясним, зачем же она нас к себе зазывает. Сама по себе эта вышка не представляет никакого интереса. Она является просто объектом на карте. Возможно, с ней можно будет повзаимодействовать дальше в игре по сюжету. Сейчас я сюда пришел и ничего с ней сделать не смог. Однако она привела меня в очень интересную местность. Здесь какие-то склады, роботы, военные. И, в общем-то, меня здесь сразу же убили. Но, как минимум, эта вышка, сама по себе не являясь ничем важным, показала мне место, которое может быть интересным. Вообще, игровые уровни проектируются таким образом, особенно именно в открытом мире, чтобы в каждый момент времени, где бы вы ни находились, у вас всегда в поле зрения был хотя бы один интересный объект. Рассмотрим пример очередной пейзаж. И мы наблюдаем здесь некий технологичный промышленный объект. Отбегаем от него как можно дальше, чтобы он скрылся из поля зрения. И просто заберемся куда-нибудь на холмик, посмотрим по сторонам. Мы опять-таки видим сразу несколько объектов, которые привлекают внимание. Это вход в какую-то заброшенную шахту, дорога куда-то вверх в горы и куча каких-то бочек на бочине дороги. Сейчас меня можно поймать просто на слове и сказать, что спорим, я найду в игре место, где не будет ни одного интересного объекта. И я уверен, что не получится, если только не забраться в какие-нибудь тупо кусты, где нихрена не видно. А бывают такие ситуации, когда в поле зрения на самом деле нет никакого выбивающегося из общей конвы объекта. То есть нет никаких зданий, нет никаких построек, либо странных деревьев, либо еще чего-то, чтобы могло явным образом сказать, я точка интереса. Но тогда, именно в данном случае, у вас на экране будет дорога, тропинка или какая-либо линия, которая прям вам открытым текстом говорит, иди сюда. Иди вот здесь вот. Вот вокруг ни черта интересного, иди по дороге. Что ж, хорошо, с открытым миром вроде более-менее понятно. Давайте тогда подумаем на тему более закрытых пространств, таких как, например, города или здания. Ну, со зданиями все достаточно просто. В коридорных системах очень редко используются такие приемы. Обычно они используются именно для подсказки, что игроку нужно применить какой-то предмет или нажать какую-то кнопку или еще что-то. А именно для направления, ну, на улицах города вполне себе явно можно показать какое-то мнимое направление. То есть, вам никто не говорит, что вы должны идти именно туда. Но, тем не менее, мы можем увидеть это на примере другой игры немножко. Сейчас посмотрим. Как видите, на улице практически нет ничего интересного. Тут никто не ходит, никто ничего не делает. Но вот там впереди прям вот явно из тумана нам в глаз светит вывеска какая-то. Хочется к ней подойти, посмотреть, что же будет. Когда мы к ней подходим, она вообще прекращает светиться. То есть, она вроде как сквозь туман просвечивает, а по факту она и не светится вовсе. Но, находясь уже рядом с ней, мы видим, что есть у нас дальше. Дальше у нас самым явным объектом является полистейская машина. Над нами летает дрон. И еще, это уж совсем такой мнимый предметик, но, тем не менее, там есть вывеска с буковкой И, которая интуитивно у нас у всех воспринимается как слово информация. То есть, как что-то полезное. Мы пробуем подойти туда дальше. И здесь вновь у нас из тумана появляется очередная вывеска, которая светится, вроде как ничего нам не говорит, не зазывает ничего, но все равно нам как бы хочется туда пройти вперед. И вот мы подходим к этой вывеске. И я даже, вот я сейчас даже не знал, что меня здесь кто-то чего-то ждет, что у меня какое-то задание здесь висит. А раз, и идя просто по этим точкам интереса, я дошел до объекта, благодаря которому у меня дополнилось мое задание. Текущее. Я надеюсь, что всех этих примеров хватит для того, чтобы понять, что такое focal point или точки интереса. Теперь рассмотрим основные приемы того, как они работают и как их нужно создавать. Итак, достаточно явная информация. Казалось бы, я сейчас буду говорить чрезвычайно очевидные вещи, и, возможно, вы подумаете, нахрена ты вообще нам это говоришь, это же логично. Но, тем не менее, озвучить это необходимо. Точки интереса создаются несколькими путями. Они могут быть выделены с помощью цвета, света или формы. Можно, конечно, еще играть звуком, но это отдельная тема для обсуждения. Звук все-таки не входит именно в понятие точек интереса. Итак, смотрим. У нас черно-белая картинка. Мертвый лес. И на фоне него появляется вышка познодзора. Нам, естественно, хочется на нее посмотреть, сходить и выяснить. А вдруг там что-то интересного завалялось. Или наоборот. У нас просто красивый зеленый лес. И посреди красивого зеленого леса мы видим мертвое дерево. А опять-таки у нас есть какой-то природный пейзаж. У нас вокруг горы, леса, моря. В общем, все такое природное и красивое. И тут хренаксы. У нас какое-то индустриальное строение посреди всего этого добра. Это форма. То есть, когда форма выделяется из общей канвы, она привлекает внимание. Дальше есть такое понятие, как цвет. То есть, у нас может быть все одинаковые формы. У нас может быть комната, полностью заброшенная кубиками. Но все кубики будут зелеными, а один будет желтеньким. Естественно, вы обратите на него внимание. Это, конечно, совсем уж в лоб, но тем не менее. И еще один момент – это свет. То есть, бывает игра со светом. В частности, вы можете внутри, вот прям такое явное тоже, да, пример из игры Uncharted. В этой игре вообще на протяжении всех частей применяется именно прием focal points с помощью света. Но вот из первой части пример очень явный. Мы заходим в пещеру. Тут вроде как ничего интересного. Непонятно, куда дальше идти. И у нас просто сверху в щель светит луч света. И светит он не куда-нибудь, а именно на ту бочку, которую нужно взорвать для того, чтобы упал столб и получился мостик. Ну и сейчас, просто для закрепления результата, давайте попробуем с вами в нашем тестовом проекте, который мы создавали на предыдущих уроках, создать какую-нибудь точку интереса. Локация у нас, конечно, максимально коридорная. И тут и так уже рельсы применяя некуда. Но, тем не менее, просто в качестве небольшого экспериментика попробуем создать точку интереса, которая нам как бы подскажет, куда можно идти дальше. Как уже было сказано ранее, точки интереса могут быть разными. То есть, они могут работать за счет формы, могут работать за счет цвета, могут за счет света. Можно, в принципе, комбинировать это в различных вариациях. Но, тем не менее, их основная задача не быть бельмом на глазу. То есть, они не должны прям вот визжать вам в лицо. Они не должны истерить и кричать, что вот я здесь. Они должны быть как бы частью события, то есть, частью всего происходящего. Но, тем не менее, как бы намекать. Кстати, здесь есть я. То есть, если ваш персонаж находится в средневековом замке, и вам нужно показать ему, что на какой-то полке лежит книга, не нужно на эту полку ставить розового пони. Лучше пустить на нее луч света. Итак, у нас был достаточно темный коридор, где плохо было понятно, куда идти. И, в принципе, если просто идти прямо, то, в конце концов, упрешься куда-нибудь и поймешь, куда поворачивать. Можно было просто светильник в комнате за углом сделать поярче, чтобы его свет выходил за угол. И тогда это уже можно было бы считать своего рода focal point. Но я решил пойти чуть-чуть дальше. Сделал небольшую анимацию мигающего фонаря. И таким образом focal point стал очень явным. И когда мы заходим в этот темный коридор, мы уже сразу видим, что из-за угла мигает фонарь. И нам явно либо не стоит туда вообще идти, либо это единственный правильный путь, и мы идем туда. Одно из двух. Но так или иначе, он явно привлекает наше внимание. То есть, свою работу он выполняет. Ну и, собственно, на этом все. Тема очень простая, но невероятно важная. То есть, если вы будете проектировать свои игровые уровни, ни в коем случае нельзя забывать о том, что нельзя давать игроку идти всегда туда, куда он хочет. Даже если у вас открытый мир и полная свобода действий. Всегда нужно направлять его, потому что игроки глупые. И если не будет никаких точек фокусировки, на которые они будут обращать внимание, они просто заблудятся, забудут, что они делали, не смогут найти дорогу и скажут, что ваша игра говно. Если у вас остались какие-то вопросы после просмотра, обязательно задавайте их в комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, если еще не подписаны. Если же вы не согласны со мной, обязательно пишите об этом также в комментариях. Пишите много и со вкусом. Я люблю конструктивную критику. Ну а следующий наш урок с вами будет посвящен о работе со светом на игровых локациях. И, собственно, увидимся в следующих уроках.